Валерий Николаевич Шацкий Насколько я знаю, у вас впереди в вашем театре тоже очень много интересных событий, и одно из них – ваше участие в фестивале «Золотая маска». Если можно, расскажите чуть подробнее, с каким спектаклем вы поедете, когда, куда. – Я хотел бы начать чуть издали, присоединиться к вашим словам о начале весны. Замечательно. А, как сказать, март месяц, он такой радостный. И начинается первый день весны. Потом праздник 8 марта, праздник всех наших прекрасных женщин. А каждая женщина в душе немножко артистка. И поэтому март – это еще и театральный месяц. Почему театральный? Потому что 27 марта – это международный день театра. И кроме этого, 25-го – это день работников культуры. 21-е марта – это день кукольника. 20-го марта – это день детского театра. Вот видите, какой насыщенный. А мы 12-го марта уже уезжаем в Москву, где в рамках фестиваля «Золотой маски» будем показывать свой спектакль, такой семейный спектакль для детей и родителей, который называется «Колобок» или «В гости к бабушке». Это спектакль и кукольный, и такой и в живом плане. Поскольку мы в год кино, там используется и кино, и даже телевидение. И каждый зритель имеет возможность увидеть себя на экране, увеличивающем в зеркале телевидение. Вот этот спектакль мы повезем. Ну а кроме этого, я уже сказал, столько праздников. В этом году – День кукольника. И мы решили провести всероссийск. Ну, в общем-то, когда-то я подсмотрел, в зарубежных фестивалях проводят такую акцию. На время фестиваля делают такую акцию, флешмоб или как это называется нынче модными словами, не знаю. Кукла в окне. Ведь в каждой семье есть обязательно одна, а может быть даже несколько кукол. И играют не только дети, иногда и родители возьмут, да и в куколки поиграют. И вот мы решили, что 20-го числа, перед днём кукольника, чтобы наши рязанцы выставили эту куколку в окошко. И может быть и не одну. Причём это может быть кукла, как такая сделанная самостоятельная руками или купленная в магазине. Но чтобы этой кукле в этот день показать мир. И чтобы мир видел эту куколку. И сделать обязательно фотографию и отправить к нам. Фотографии можно отправить в социальных сетях, ВКонтакте, на нашу группу «Рязанский театр кукол». Чтобы мы провели конкурс этих фотографий. И на заключение, закрытие сезона нашего театрального мы определили бы победителя. И эти победители получили бы семейную контрамарку на все посещения спектаклей семьёй на будущий год. Как вечерние, так и детские. Валерий Николаевич, если всё-таки вернуться к «Золотой маске». Вот участие в этом фестивале для вас, для коллектива Рязанского областного театра кукол. Вот всё-таки важно участие или получение каких-то премий, наград и признания? Вы знаете, не для масок мы работаем. Мы работаем для нашего зрителя. И если что-то получается, зритель наш... Награды получают не все. Награды – дело случайное. Я не люблю конкурсов, потому что в искусстве я каждый раз не устаю повторять. Очень трудно определить, кто лучше – Мусоровский или Чайковский, или Бетховен. А кто-то любит песни Аллы Пугачёвой. Кто-то любит и то, и другое, и третье. И здесь невозможно сказать, что кто там из них суперлучший. Мы – искусство для того, чтобы мы его понимали, любили, чтобы оно нас потрясало, затрагивало, чтобы мы становились добрее, чище. Вот это искусство. Если это заметили, кто-то посчитал нужным пригласить нас. Ну и слава Богу, мы с удовольствием примем участие, покажем нашим московским зрителям и профессионалам свою работу. Мы это делали не раз, и поэтому... А получится там что-то получать – это дело уже третичное и десятое. Не ради этого живёт человек. Валерий Николаевич, а как в этом году будет проходить празднование Дня театра? Ну, День театра у нас в этом году, ну как бы, я уже сказал о том, что у нас День кукольника. Кроме этого, мы до 21-го, вот на День кукольника, у нас, если мы в прошлый раз проводили такое мероприятие «За ширму с любовью», когда приходили взрослые на спектакли, на взрослые спектакли, там в фойе могли делать селфи, там знакомились с куклами, фотографировались с артистами и, так сказать, пытались понять, как этих кукол водят, какие там приёмы существуют. То в этом году мы решили это сделать такой семейный праздник. Причём спектакль выбрали специально такой кукольный, это «Буратино» или «Золотой ключик» о зарождении театра кукол, когда куклы становятся хозяевами своего театра. И вот здесь то же самое. Все участники этого мероприятия получат, как бы, возможность пообщаться с артистами, познакомиться со всеми артистами, познакомиться с различными видами кукол, потрогать кукол, попытаться ими управлять, в то же время сделать себе симпатичные фотографии с артистами, и с полюбившейся, понравившейся куклой, и посмотреть, к тому же, ещё и спектакль. Вот такой вот большой-большой праздник кукольного искусства. Это будет на день кукольника. Ну, я уж не говорил про куклу в окне. А потом день театра, в Тюзи 20-го числа тоже день театра для детей, тоже праздник. А 27-го мы планируем собрать всех наших, ну, не всех, может быть, артистов, а для зрителей собраться у нас в театре, чтобы показать такой спектакль «Капустник», наградить отличившихся за театральный сезон, и это называется «Один за всех и все за одного». Видела я вас в костюме мушкетёра, вам очень идёт. То есть вы будете вот на этом празднике именно в качестве мушкетёра выступать? Я не могу сказать точно, на афише я есть это точно. Но а как там, поскольку над этим праздником, над этим проектом работает целая сценарная группа, которая состоит из артистов и режиссёров всех наших хризанских театров, и театра драматического, и театра юного зрителя, и, естественно, театра кукол. И мы надеемся, что все четыре, или даже, может быть, пять театров Рязани примут в этом участие. Ну и как мушкетёры я. Когда-то в студенчестве я тоже был, так сказать, мушкетёром. У меня даже портрет, так сказать, хранится в мушкетёрском одеянии. Я не против помахать шпагой своего искусства и в этот день. Да, хотел сказать вот что ещё. Кроме спектаклей, которых у нас за март месяц пройдёт целых 24 спектакля для самых разных возрастов, от маленьких до больших, мы ещё имеем возможность предоставить такую услугу, как возможность заказа такой экскурсии по театру, когда зрители могут посмотреть за кулисами, что творится, могут пройти на склад, где живут куклы, пойти в мастерские и увидеть, из чего творятся эти неживые существа, которые на сцене становятся живыми. Так что я с удовольствием жду вас у нас в театре, дорогие друзья. И, пользуясь случаем, хочу поздравить ещё раз вас, несмотря на ту погоду, не очень приятную, которая царит за пределами нашей студии, с началом весны, с предстоящим женским днём, и пожелать женщинам быть всегда такими же красивыми, обаятельными, цветущими, весенними, которые дарят нам кучу надежд. Валерий Николаевич, спасибо большое за поздравление, спасибо за то, что вы сегодня к нам пришли. Всегда очень радостно видеть вас в нашей студии. А я жду вас у себя у нас в театре. Обязательно. Ну, на этой праздничной ноте мы заканчиваем нашу программу. Желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова